Ребята, меня зовут Шамарина Светлана Михайловна, я учитель математики средней и общеобразовательной школы номер 39 города Павлодар. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с новым разделом тригонометрия и тема нашего урока градусная и радианная мера угла и дуги. Сегодня на уроке вы ознакомитесь с понятием радианная мера угла, научитесь переводить градусы в радианы и радианы в градусы, отмечать числа на единичной окружности. В древности люди следили за светилами по этим наблюдениям вели календарь, рассчитывали сроки сева, время разлива рек, корабли на море, караваны на суше, ориентировались в пути по звездам. Все это привело к потребности научиться вычислять стороны в треугольнике, две вершины которого находятся на Земле, а третья представляется точкой на звездном небе. Исходя из этих потребностей, возникла наука тригонометрия. Наука, изучающая связи между сторонами в треугольнике. С греческого языка переводится «три» переводится как «три», гония – угол, метрия – измеряем. Тригонометрия – это раздел математики, изучающий соотношение сторон и углов в треугольнике. В школьном курсе тригонометрии используются две меры – градусная мера угла и радианная мера угла. Разберем эти меры. Без этого в тригонометрии никуда. К градусам мы как-то с вами уже привыкли. Геометрию худо-бедно проходили. Да и в жизни частенько встречается с фразой «повернули на 180 градусов», например, да? Ответьте, пожалуйста, что вы понимаете под словом «градус»? Градусы придумали в древнем Вавилоне. Давненько это было, веков сорок назад. Придумали просто. Взяли и разбили окружность на 360 равных частей. Один градус – это одна 360-я часть окружности. И всё. Могли разбить на 100 частей или на 1000 частей. Но разбили на 360. Кстати, почему именно на 360? Чем 360 лучше, чем 100 или 1000? Хотя они как-то вот ровно и вроде удобнее ими было бы пользоваться. Попробуйте ответить на этот вопрос. Где-то примерно в то же время в Древнем Египте учились другим вопросом. Во сколько раз длина окружности больше её диаметра? И так они крутили, и так они крутили. И меняли длины окружности, и меняли диаметры. Но всё равно у них получалось одно и то же значение. Оно приблизительно равнялось 3 целых, и потом бесконечное число цифр, которые были не похожи друг на друга. Но после них ещё где-то веков 35 мучились. Пока окончательно не доказали, что как бы ни менялась, ни нарезалась окружность на равные кусочки, из таких кусочков составить ровно длину диаметра нельзя. Во сколько раз окружность больше диаметра установили? Примерно в 3 целых, потом идут цифры, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 и так далее, раз. Это и есть число π. После запятой бесконечное число цифр. Без всякого порядка. Такие числа называют иррациональными. Это, кстати, и означает, что их из равных кусочков окружности диаметр ровно не составить. Никогда. Для практического применения принято запомнить следующее, что нам достаточно двух знаков после запятой и используют и записывают π равное 3,14. Для общего образования добавлю, что число π встречается в самых различных разделах математики, а особенно в теории вероятности. Это число вспоминают постоянно. Но вернемся к градусам. Вы сообразили, почему в древнем Вавилоне круг разбили на 360 равных частей, а не на 100, к примеру? У древних Вавилон точно теперь не спросишь. Для строительства и, скажем, астрономии круг удобнее делить на равные части. А теперь прикиньте, на какие числа делятся нацело на 100 и на какие 360. И в каком варианте этих делителей нацело больше? Людям такое деление очень удобно, но, как выяснилось много позже, древнего Вавилона. Не совсем нравились градусы, то есть единицы наших градусов. Пришлось послушать мать природу, да? Природу-то не обманешь. И ввели новую единицу измерения, не зависящую от человеческих факторов. И эта мера называется радиан. Давайте познакомимся с ней. Как мы знаем из планиметрии, длина дуги L и радиус R и соответствующий центральный угол связаны соотношением. Следовательно, величина угла альфа, соответствующего дуги окружности, это и есть отношение длины дуги окружности к длине радиуса этой окружности. Если же L равно R, тогда радианная мера угла будет равна единице. Такой угол называют углом в один радиан. Определение. Величина центрального угла, опирающего на дугу, длиною равной длине радиуса окружности, называется радианом. Один радиан сокращенно записывает один рад. Радиан произошло от латинского слова луч. Радиус. На латинском языке звучит это радиус. Это основная единица измерения плоских углов в математике. Длина дуги окружности альфа радиан равна альфа умножить на радиус. Следовательно, единицы измерения углов радиана и градусы связаны между собой. Пи радиан это и есть 180 градусов, то есть равны 180 градусов. И другими словами, 3,14 радиан это и есть 180 градусов. Угол альфа считается положительным, если он образован поворотом луча против движения часовой стрелки. И угол альфа считается отрицательным, если он образован поворотом луча по направлению движения стрелки. Поскольку в окружности содержится 2 пи дуг, каждая длиной равна длине радиуса, то полный угол и длина всей окружности равны по 2 пи радиан. Радианная мера полуокружности и развернутого угла равны по пи радиан. Поскольку градусная мера дуги полуокружности равна 180 градусов, а радианная пи радиан, то их можно связать между собой следующим отношением. Один радиан это и есть отношение единицы к 2 пи умноженное на 360 градусов. Другими словами, это и есть 57 градусов 17 минут 45 секунд. А один градус это и есть отношение 2 пи к 360 градусам или один градус равен 0,17 радиан. Следовательно, величину любого угла, заданного в радианной мере, можно перевести в градусную и заданного в градусной мере можно перевести в радианную. Давайте рассмотрим перевод углов из радианных градусов из градусов в радианы. Выполним переход от радианной меры угла и вот из радианной меры в градусную вычисляется по формуле n радиан равно 180 градусов разделить на пи и умноженное на n. есть очень хороший способ нахождения угла с помощью ладони. Если рассмотреть ладонь нашу, то расстояние между мизинцем и большим пальцем образует прямой угол. между мизинцем и безымянным 30 градусов или пи на 6. Между средним и мизинцем угол образуется пи делённый на 4 или 45 градусов. Между указательным и мизинцем угол образован пи на 3, то есть 60 градусов. Давайте, ребята, разберём, как обозначать числа с пи на числовой окружности. Для этого построим числовую окружность радиуса 1 и отметим на ней числа 0, 2, пи, пи, пи пополам минус пи на 2 и 3 пи на 2. 0 – это правая точка у нас. С неё начинается отсчёт у нас. Но давайте поговорим о том, что радиус у нас равен 1, значит, длина нашей окружности равна 2 пи, так как длина окружности вычисляется по формуле 2 пи r и r равно 1, значит, длина окружности 2 пи. С учётом этого отметим 2 пи на нашей числовой окружности. Для этого нужно пройти от нуля по числовой окружности расстояние, равное 2 пи в положительном направлении. А так как длина окружности 2 пи, то получается, что мы сделаем полный оборот, то есть число 2 пи и 0 совпадут. Они будут соответствовать одной и той же точке. Но вы не переживайте, потому что одной точке может соответствовать несколько значений. Это нормально для числовой окружности. Теперь обозначим на числовой окружности число пи. Пи – это половина от 2 пи. Таким образом, чтобы отметить это число и соответствующую ему точку, нужно пройти от нуля в положительном направлении половину окружности. Отметим точку пи пополам. Пи пополам – это половина от пи. Следовательно, чтобы отметить это число, нужно от нуля пройти в положительном направлении расстояние, равное половине пи, то есть четверть нашей окружности. Отметим на окружности точку минус пи пополам. Для этого двигаться будем на такое же расстояние, как и в прошлый раз, но в отрицательном направлении. Отметим расстояние минус пи. Нанесем вернее значение минус пи. Для этого пройдем расстояние, равное половине окружности, только в отрицательном направлении. Получили минус пи. Теперь, ребята, рассмотрим пример посложнее. Отметим на окружности число 3 пи на 2. Для этого нужно дробь 3 вторых перевести в смешанное число. Это и есть 1 целая, 1 вторая. То есть 3 пи на 2. Это и есть пи плюс пи пополам. Значит, нужно от нуля в положительном направлении пройти расстояние полуокружности и еще в четверть. Обратите внимание, зелененьким обозначено у нас расстояние в полуокружности, коричневую четверть окружности и обозначили точку 3 пи на 2. Аналогично, ребята, можно отметить точку пи на 4. Это расстояние в четверть окружности, зеленое пополам. То есть четверть поделили пополам, получили пи на 4 точку. Если же пи поделить на 3 части, то отметим точку пи на 3. Чтобы отметить точку пи на 6, нужно пи на 3 поделить пополам. Вот так выглядят точки на числовой окружности. Ну, а вообще их бесконечно много, этих точек. Используя две окружности, заполните таблицу. Ноль градусов соответствует ноль радиан. Тридцати градусам соответствует пи на 6 радиан. Сорокопяти градусам соответствует пи на 4. С шестидесяти градусам соответствует радиальная мера пи на 3. С wärмечения 100 градусов это и есть π на 2 радиан, 180 градусов это π радиан, 270 градусов это 3π на 2 радиан и 360 градусов это 2π радиан. Эти значения очень часто встречаются у нас, поэтому вам необходимо их выучить, ребята. Задание. Задание выразите в радианах заданные в градусах углы 36 градусов, 240 градусов, 510 градусов. Решение. 36 градусов равны, так как 1 градус равен отношению π на 180 градусов, то 36 градусов равны произведению π на 180 градусов. Это равно при сокращении π на 5. Аналогичным образом поступаем при вычислении 240 градусов, это есть 4π на 3 радиан. 510 градусов равно 17π на 6 радиан. Следующее задание. Запишите градусную меру угла, если его радианная мера равна 4π на 8, 18π на 5, 17π на 15. Решение. 4π на 8 равно произведению 4 на 180, деленное на 8. Равно 720 градусов делим на 8, получаем 90 градусов. Аналогичным образом вычисляем 18π на 5 и 7π на 15. Следовательно, 18π на 5 это 648 градусов, 7π на 15 это 84 градуса. На этом наш урок идет к своему завершению. Сегодня на уроке вы познакомились с понятием радианная мера угла, научились переводить градусы в радианы и радианы в градусы, отмечать числа 0π на 2π, 3π на 2, 2π на единичной окружности. Желаю вам творческих успехов, хороших знаний. Всего доброго. До свидания.